Итак, как правильно заполнить раздел «Личные данные» вашего профиля и на что необходимо обратить внимание. Раздел «Личные данные» можно заполнять сразу же после получения доступа к личному кабинету, не дожидаясь, пока спонсор подтвердит. Наоборот, это желательно сделать до подтверждения. Спонсор понимал, кого все-таки он берет в свою структуру. Некоторые поля в разделе «Личные данные» уже заполнены. Ваша фамилия. Вы можете выбрать тип обращения вам «Господин» или «Госпожа». Раздел «Серия и номер паспорта» можете не заполнять, если у вас какие-то опасения. Можно заполнить, не возбраняется. Раздел «Дата рождения» опять же можете не заполнять, хотя если мы будем иметь эти данные, вы будете получать информационные сообщения с поздравлением вас с днем рождения. Далее, убедите, что правильно указан ваш номер телефона. Посмотрите, включили ли вы все мессенджеры, которыми пользуетесь. Когда они у вас появятся, а со временем, скорее всего, они у вас появятся все, можно войти в этот раздел и зажечь имеющиеся галочки. То есть, однократный щелчок, включение и отключение. В раздел «Скайп» укажите логин вашего скайпа. Как его добыть? Открываете свой скайп, щелкайте по трем кнопочкам, выбираете «Настройки». И вот ваш логин в скайпе. Вот это копируете и вставляете. Нажимаете «Контрол-С» и вставляете, например, через комбинацию клавиш «Контрол-В» в раздел «Ваш скайп». Это именно ваш идентификатор. По нему будете найдены со стопроцентной уверенностью. Далее, если еще какой-то мессенджер используете, его сюда вписываете. Повторно для телеграммы, если, например, у вас телеграмм на каком-то другом номере висит. ICQ, наверное, уже мало кто пользуется, хотя это самое защищенное соединение. Дальше. Обязательно заполните страна. Почему Россия не передалась при регистрации, это трудно мне объяснить. Печатаете «Р», убираете «Россия». Далее. Заполняете свой регион. Обязательно заполняете свой регион. Обязательно указываете свой город. Почтовый индекс улицы, квартира можете не указывать. Город указывайте, пожалуйста, обязательно. Далее. Ссылки на социальные сети. Я покажу, как получить эти ссылки на персональном компьютере, судя по вопросам, которые писались в чате. Трудности с телефоном. Тогда запишу отдельное видео, как с Android, с телефона, эти ссылки также занести. Хотя при прохождении нашего курса вам обязательно потребуется компьютер, потому что многие сервисы, многие программы, которыми мы дальше будем пользоваться, они без компьютера работать не будут. То есть они не мобильные. Там-там это сервис мессенджер, социальные сети «Мой мир», «Майл.ру». «Контакт», «Одноклассники», «Фейсбук» и «Инстаграм». Но это наши популярные, самые популярные социальные сети. Сейчас я покажу, как правильно получить ссылки на свои страницы в социальных сетях, потому что тут много ошибок. Перехожу в «Одноклассники». Очень часто берут и копируют вот эту вот ссылку сразу. Но эта ссылка не на вашу страничку. Это ссылка на просто сайт «Одноклассников». Вам необходимо щелкнуть по своей фамилии и перейти именно на свою страничку. То есть адрес у нее будет, мягко говоря, другой. Вот такой адрес моих «Одноклассников». И именно эту ссылку вы вставляете в раздел «Одноклассники». ВКонтакте. Переходим на ВКонтакте. ВКонтакте чуть проще, потому что здесь в меню есть действие «Моя страница». Но тоже многие копируют вот эту вот ссылочку. Это ссылка на новостную ленту ВКонтакте. Тоже никак не связана с вами. Переходим на мою страничку. И вот этот уже адрес мы копируем в поле «Страничка ВКонтакте». Далее. С «Фейсбуком». Опять же щелкаю на «Игорь Черноусов», а не вот то, что мне сейчас предлагает «Фейсбук». И вот отсюда уже копирую свою ссылку. Инстаграм у меня здесь в версии ПК не открыт, скорее всего. Твиттер любимый и YouTube открыт. Покажу сейчас мне на своем аккаунте. Вот Инстаграм. Он также открывается с компьютера. И вы можете просто скопировать вот этот свой логин. Свой логин, который у вас в Инстаграм. Вы можете вот сюда вот его разместить. И уже с вами можно будет связаться. Если вы еще вот здесь вот собаку прилепите, то вообще будет счастье. Но уже зная ваш логин, вас можно будет легко и просто найти. Все. Когда эти данные заполнены, нажимаем кнопочку «Сохранить». Теперь ваш спонсор будет понимать, кто к нему присоединяется. И все эти данные, которые вы ввели, они будут переданы в вашу персональную визитку, благодаря которой с вами можно связаться. Визитка эта настраивается. Сейчас в упрощенном виде она выглядит вот так. Ваши фотографии, ваши социальные сети. И тут вы можете написать много полезного себе. У каждого будет адрес этой визитки. Вот, кстати, вот такую ссылочку можно кидать заинтересованным людям. И они будут уже связываться удобным способом для них с вами. Поэтому важность заполнения вот этого профиля трудно переоценить. Пожалуйста, это сделайте в первую очередь. А затем посмотрите ролик «Как подключить обучение». Что для этого нужно сделать. Благодарю вас. Всем успехов.